Депутаты Петросовета Предстоящий зимний сезон уже сейчас бросает в дрожь. Лыжники могут остаться без фонтанов. На телеканале Ника Плюс время новостей. В студии Дмитрий Николаев. Здравствуйте. Министр транспорта России Максим Соколов и другие водители оценили покрытие современной и качественной магистрали. В Лагденпохском районе открылся участок новой автомобильной трассы Сартовала. Министр транспорта на открытие очередного участка дороги Сартовала прилетел на вертолете. Не потому, конечно, что дорога пока не сдана полностью, просто министр человек занятой. Строительство трассы общей протяженностью 190 километров включено в федеральную целевую программу. Новый участок, чуть больше 10 километров, построен за полтора года. Открытие дороги уже назвали событием историческим. Прежний участок от границы с Ленинградской областью в сторону Петрозаводска пересекал два села – Куликово и Хитало. Он проходил по холмам, из-за множества подъемов и спусков видимость была неважной, а местами асфальт сменяла грунтовка. Теперь трасса проходит по новому направлению в обход населенных пунктов, что позволяет значительно улучшить там экологическую обстановку. Повысится пропускная способность дороги, движение станет безопаснее. Сегодня глава республики Карелия поставил нам задачу реализовать этот проект в полном объеме к 2018 году. Проект этот очень важный, нужный. Нужный не только для Карелии, но он действительно представляет собой комплексное решение всех проблем, не только транспортной доступности, но и инвестиционной привлекательности этого замечательного региона и обеспечения транзита, как мы сейчас слышали, поскольку будут развиваться и пункты пропуска. Глава Карелии сдал первый честный указ. Так оценил министра юстиции Карелии Константин Эйтенгов указ главы республики о мерах экономии бюджета. Напомним, накануне профсоюза обратились к прокуратуру с требованием дать правовую оценку этому акту, в котором, по их мнению, нарушается трудовое законодательство. Что именно не понравилось профсоюзам и что на это ответили в правительстве? Марина Кабатюк. Указ о неотложных мерах экономии был подписан главой 24 сентября. В этот же день министр финансов на брифинге в правительстве успокаивал журналистов. Было принято решение, что индексации по органам власти не будет. Все остальные бюджетникам беспокоиться нечего. Поэтому и по социальным, как я сказал, обязательствам все социальные выплаты будут сохранены в полном объеме. Но бдительность профсоюзов министр не усыпил. Они вчитались в указ и ужаснулись. Оказалось, не только госслужащие должны будут затянуть пояса. Указ распространяется и на работников бюджетных отраслей. Пункт 5. Он говорит, дает распоряжение руководителям казенных, бюджетных и автономных учреждений провести вот эти меры по экономии средств. А меры, мягко говоря, непопулярные. Так, заработную плату за вторую половину декабря предлагается перенести на первую половину января. А доплаты за совмещение должностей и вовсе запретить. Профсоюзы усмотрели в этом признаки принудительного труда. Также в указе предложено отказаться от расходов на профподготовку и повышение квалификации. У нас сигналы начались сразу, вот как этот указ вышел и как он поступил в организации. Члены профсоюза и звонят, и обращаются к председателям бюджетных отраслей, да, и здравоохранения, образования, госучреждений, культуры, и социальные учреждения, взволнованные работники, что куда еще ниже. Да, тем более это целый квартал, и были такие даже заявления, что, возможно, эти меры придется продолжать там в 2014 году, что, ну, неприемлемо. Профсоюзы обратились в прокуратуру. В правительстве такому шагу удивились. Ведь есть трехстороннее соглашение между правительством, профсоюзами и работодателем. Казалось, вопрос можно было бы решить мирно. Профсоюзы пошли в прокуратуру. Почему? Потому что я полагаю, что в рамках трехсторонней комиссии и работодатель, и правительство задали бы профсоюзам те вопросы, которые для них кажутся неудобными. А именно какие? Что они сделали для того, чтобы защитить права и количество рабочих мест, которые на сегодняшний день сокращаются? Что стало с профсоюзной собственностью, которая начала сжиматься как шаг гренево кожи, начиная с середины 90-х годов? Видимо, для того, чтобы избежать тех неудобных вопросов, они обратились в прокуратуру. Сейчас предстоит прокурорская проверка. Если нарушение закона будет выявлено, указ придется отменять. В противном случае губернатор может оказаться ответчиком в суде. Но юристы главы сохраняют спокойствие. Это впервые честный указ. Мы честно сказали, что да, экономику штормит. Надо на коробку период, как там говорят, обрал всех выгнать на палубу, всем выйти на палубу и заняться спасением корабля. Марина Кабатюк, Евгений Евдокимов, телеканал НИКО+. Внутренний конфликт столичной муниципальной власти. Депутаты Петросовета открыто выступили против нового мэра Галины Ширшиной и демонстративно отказались от пересмотра своего прежнего решения о переводе городских лесов под застройку. Депутатам предложили пересмотреть скандальное решение о переводе под жилую застройку 13 гектаров зеленых территорий. Как показали исследования городских экологов, как минимум 5 участков из этого списка обладают несомненной рекреационной и экологической ценностью. В частности, речь идет об островках живой природы в районе улиц Парковой, Чапаева и Берегового переулка, а также о каменном карьере на Ключевой и пойме реки Неглинки на улице Вольной. По мнению главы города Галины Ширшиной, решение горсовета было недостаточно взвешенным. В Петрозаводске достаточно других участков для строительства. И жертвовать зелеными зонами нет острой необходимости. Решение от 10 сентября по этому вопросу конкретному, оно в интересах некоторых застройщиков, но, к сожалению, на мой взгляд, интересам жителей города Петрозаводска это решение не соответствует. Это моя принципиальная позиция. Позицию главы поддержали депутаты, которые изначально выступали против уничтожения лесов и напомнили коллегам, что ради бизнеса не стоит жертвовать доверием избирателей. Если уж вы большинством фракций «Единая Россия» приняли такое решение, наверное, если уж «Единая Россия» сильная партия, то вы можете признать свою ошибку и отменить это решение. В то же время заместитель прокурора города Илья Яковлев предупредил депутатов, если они все же поддержат инициативу мэра на защиту притесняемых и угнетаемых бизнесменов, станет закон. Я убежден, что принятие данного решения, данного проекта создаст серьезные условия для его оспаривания в судебном порядке. В итоге депутаты инициативу мэра не поддержали и большинством голосов оставили прежнее решение без изменений. Как сообщили в мэрии, ответный удар обязательно последует. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал Ника+. Эмилия Слабунова покидает пост директора Петрозаводского лицея номер один. Как сообщают интернет-издания, Эмилия Эдгардовна решила оставить пост директора, чтобы сосредоточиться на депутатской деятельности в законодательном собрании Карелии. Ну и помогать Галине Шершиной. Зимний сезон Петрозаводский под угрозой срыва. Не отопительный, а лыжный. Строители не успевают завершить реконструкцию трассы Фонтаны в срок. Там должны были обустроить парковку, осушить болотистые места, установить фонари. Однако ничего так и не сделано. Подрядчики кивают на несовершенство проекта. Мэрия грозит не оплачивать работы, если строители не сдержат обещания. О том, как выглядит трасса сегодня. Ефим Овчинников. Сегодня на Фонтаны либо пешком, либо на внедорожнике. Подобное здесь каждый год народ не удивишь. Но к такому сюрпризу горожане явно оказались не готовы. Сейчас трасса Фонтаны напоминает самый настоящий лесоповал. Рабочих не видно. По словам горожан, бензопилы затихли здесь сразу же после выборов. До открытия лыжного сезона остается два месяца. Деревья вырубали согласно проекту. Лыжникам обещали, что на месте старой лесовозной дороги появится благоустроенная трасса. Работы начали с опозданием, а потом прекратили вовсе. Андрей Клочков каждый сезон встает на лыжню фонтанов, начиная еще с 90-х годов прошлого века. Он один из первых начал обрывать телефоны мэрии, когда заподозрил, что поваленные деревья здесь могут так и остаться. А ведь сюда каждую зиму приезжают тысячи горожан. На данный момент, если выпадет через месяц снег, а через два месяца откроется лыжный сезон, здесь кататься невозможно. Для того, чтобы кататься на трассе, нужна уже тяжелая техника, которая бы пилила и убирала, вывозила этот лес. Или несколько сот человек с пилами, начиная с сегодняшнего дня, чтобы они начинали работать. Оказалось, волнуется Андрей не зря. Судя по всему, строители уже убедились, что не успевают к открытию лыжного сезона. В разговоре с журналистами газеты «Петрозаводск» заместитель руководителя строительной фирмы, которая выиграла аукцион на благоустройство трассы, Александр Рязанов заявил. «Сразу же столкнулись с серьезными проблемами. Масса работ, которые нам приходится делать, в проекте была вообще не предусмотрена. К примеру, надо расширить трассу на всем протяжении на 2-3 метра. А за чей счет? Как вывозить сваленные деревья? Дороги нет. А как 11-метровые, очень дорогие опоры доставлять будем? На себе тащить? Но это лишь малая часть проблем, которые мы увидели в деле». Ситуация как минимум абсурдна. Строители приступили к работам, а уже потом задумались, как будут вывозить поваленные деревья. Все это тем более странно, что фирму подрядчика знают. Она уже работала на городских объектах. Один из них – сквер на улице Торнева. В мэрии пояснили, что это не ошибка и не абсурд. По словам главного по спорту в администрации города Василия Филина, строители просто лукавят. Во время аукциона они слишком сильно хотели получить заказ на реконструкцию трассы. И теперь жаловаться на отсутствие денег уже несерьезно. «Заказчик с первого дня уже, когда выиграл, я уже вам сказал, была понижена цена контракта на миллион двести. Поэтому, конечно, специалисты готовили и техническое задание, и сам проект, и заказчик администрации Петрозаводского городского округа в полном объеме хочет получить исполнение работы». Что бы ни случилось, лесоповал на фонтанах к сезону обещали убрать. Но в мэрии заверили, если работы не будут выполнены в полном объеме, никаких денег подрядчики не получат. Ефим Овчинников, Евгений Евдокимов. Телеканал «Ника плюс». Вы смотрите новости телеканала «Ника плюс». Мы продолжаем наш выпуск. У детской больницы Петрозаводска появилась собственная игровая площадка. Установила уличный комплекс всемирно известная косметическая компания «Дошили». Положительные эмоции, смех и игры на свежем воздухе. Что может быть полезней для быстрого выздоровления детей. Именно поэтому компания «Дошили» решила подарить игровую площадку детской городской больницы. Уличный комплекс – давняя мечта не только главврача, но и всего медицинского персонала. «Я, конечно, хочу поблагодарить компанию «Дошили», которая оказала нам финансовую поддержку, которая приобрела вот эти модули, которые их силами, они установлены. Площадка будет радовать наших детей. Они с удовольствием занимаются и играют на счеты, и на горках, качаются на качелях, работают с воспитателем». Представительство компании «Дошили» в Петрозаводске открылось совсем недавно. Однако специалисты уже успели помочь двум детским домам, подготовив их к новому учебному году. И это уверяют только начало. «Компания наша давно уже занимается благотворительной деятельностью. Мы помогаем детям, инвалидам, ребятам с онкозаболеваниями. Реабилитационный период именно в больничных условиях для ребят будет быстрее проходить, конечно же, если они будут гулять на свежем воздухе. Сейчас поступили заявки от областных и городских детских домов. И, конечно же, в скором будущем мы планируем дальше вести нашу благотворительную деятельность». Однако в первую очередь по просьбе сотрудников детской горбольницы специалисты компании «Дошили» добавят к уличному комплексу теннисный стол и кольцо для баскетбола. Это случится вскоре после Нового года. Анастасия Мячина, Александр Борисов, телеканал НИКО+. Воздух, как это было, вы сможете увидеть сразу после небольшой рекламы. Наши новости ищите в интернете по адресу nikodefismedia.ru. В студии с вами был Дмитрий Николаев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин